Библейский портал экзегет.ру представляет Псалом 88. Наши лекции проходят в Московском Сретенском монастыре, записываются, подготавливаются для трансляции в интернет порталом экзегет.ру. Псалмопевец начинает повествование, начинает свой рассказ, 88-й Псалом, с уверенности, что он будет вечно воспевать милостыне Господней. Ту самую милость, которая была когда-то обещана царю Давиду и его дому. Давид был взят от стада овец, чтобы быть вождем народа Божия. «Бог обещал, что престол дома Давидова будет утвержден навеки». Памятуя это обещание, автор Псалма величает Господа, чудные дела которого прославляет небо и земля. Он не только основал вселенную, но и оказал попечение о своем избранном народе, защитил его и дал ему царя. Затем следует пересказ обетований о царе и его потомках. Если они не будут следовать заповедям Божьим, следовательно, лишатся его благоволения. После описывается положение дел того монарха, который правил во времена псалмопевца. «Его территорию грабили враги, его престол был лишен былой славы». Псалмопевец задается вопросом, как долго будет пылать ярость гнева Господня. Где те милости, которые были склятвой обещаны Давиду? Наконец он молится, чтобы сильные народы перестали насмехаться над помазанником. Его былая слава была восстановлена. Прославление Господа вовек завершает не только 88-й псалом, но и третий раздел еврейской псалтыри. Когда Бог заключил с Давидом завет, что сидящий на престоле помазанник получит в наследие пределы земли и сокрушит народы жезлом железным. Когда-то Бог заключил этот завет с Давидом. Не народ, а сам Бог Израилев поставил на царство царя. Во времена, которые описывает автор настоящего псалма, правящий иудейский монах находился не в самом лучшем положении. Поскольку дом Давидов описывается как что-то близкое к Давиду по времени, можно очень осторожно предположить, что поводом для составления псалма было поражение царя Рова Ама от руки египетского фараона Сусакима, точнее Шушакима или Шешонка, который правил в Египте в второй половине X века Дрожства Христова. Умный и расчетливый фараон в свое время отдал в жены Соломону свою дочь, а в качестве приданного завоеванный им филистимский город Гезер. Египетская царевна заняла исключительное положение при израильском дворе. Только ей Соломон построил отдельный дворец. Однако, внешне проявляя дружелюбие к Соломону, коварный тесть втайне готовил падение иудеи. У фараона находили пристанище такие враги Соломона, как идумиянин Адер, который поднимал против Соломона восстание в Эдоме и будущий глава отколовшихся десяти северных колен Израиля, раб Иеровоам. После смерти Соломона на пятый год царствования его сына Ровоама, египетский фараон Шишонк пришел в Иерусалим и взял сокровища храма и царского дворца, включая и золотые щиты, которые изготовил Соломон. На интервенцию со стороны Египта может в данном псаломе намекать упоминание Раава, или точнее Рахава, которое связывает данный псалом с 86-м. Археологи нашли множество следов пожаров и разрушений иудейских городов, относящихся ко времени Раваама и Шишонка, середина X века Дрожства Христова. И это всесторонне подтверждает библейские повествования о походе фараона Сулса Акима в Иудии. Упоминаемый в надписании псалма Ефам из Драхит, который был одним из мудрецов в предворе царя Соломона, скорее всего, был в это время еще жив. И именно он, вероятнее всего, составил данный псалом. А теперь посмотрим детальнее его содержание. Второй, пятой стихи. Псалмопевец настроен всю жизнь свою восхвалять милостыни Господней. Его взгляд устремлен вперед в будущее, конец которого пока не виден и потому заканчивается в неопределенной вечности. При этом он не говорит о каких-то грядущих временах. Вечно для него означает всегда, пока он живет. Как тверда на небесах истина Божия, так навек основана его милость. Слово истина повторяется в данном псалме шесть раз, а милость семь раз. Этим как бы подчеркивается верность Бога своим словам и надежность упования на Творца. В то же время, как милость Божия может переменяться на гнев, так и царский престол может быть отнят у потомков Давида и передан иным людям. Таким образом, слово «навек» в третьем и пятом стихах не означает вечность в буквальном смысле слова. Любое основание дома на земле, а тем более уже дом, который построен на камне или на песке, может поколебаться и рухнуть, превратиться в руины. Только то, что утверждено на небесах, прочно имеет твердое основание. Обратите внимание на притчу Иисуса Христа, в которой говорится о доме на песке, а также о том, что говорит Спаситель, о разрушении Иерусалимского храма. Камня на камне не осталось от того строения, о котором евреи и древности мечтали, что он пребудет вечно. Описание обетований, данных Давиду Богом, является здесь пересказом пророчества из второй книги Самуила. При этом слова «завет» и «клятва», которые часто повторяются в данном псалме, в книге Самуила не встречаются. По этой исторической книге слово, сказанное пророком Нафаном, отождествляется с возвещением, которое несет в себе благословение, иными словами, благою вестью. Итак, Нафан Давиду благовествует, что-то возвещает, а псалом интерпретирует эту благою весть как завет, договор с клятвой. Данный псалом акцентирует внимание на этой клятве и рассматривает обещание Бога как договор, как завет с Давидом. Это завет по псалму вечный и неизменный. По идее, Бог не должен нарушать или переменять свой завет. Однако в какой-то момент он отринул и презрел, прогневался на помазанника своего. 39 стих. Но об этом мы скажем еще дальше. Почему верный своим обещаниям Бог отказался от завета со своим рабом Давидом, который сам инициировал и объявил действующим вовек, – это один из самых главных вопросов данного псалма. Чудные дела. В данном контексте это не особые поступки Бога, но указания на его сверхъестественную природу. Он по природе отличается от всех сотворенных им существ. Место его пребывания, сфера его действий не похожа на поступки людей или сынов Божьих. Ни одно из других небесных существ по 7 стиху буквально сыновей богов не сравнивается с Господом Богом Израиля, великим и удивительным. Поскольку в 6-9 стихах мысли псалма вращаются вокруг понятий «чудо» и «небеса», следовательно, под собранием святых и сынами Божьими – наверное, здесь лучше понимать не общину избранных людей, а ангелов. Похожий параллелизм между небесами и святыми Всевышнего, за которыми мы узнаем указания на то, что ангельская природа не такая совершенная, как природа Бога, встречается и в книге Иова. Цитирую. «Вот Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в глазах Его». Хорошо бы здесь также обратить внимание на послание к евреям, согласно которому Бог и в ангелах Своих усматривает недостатки. По данному псалму Бог страшен в сонме святых. Он владычествует над природными стихиями и смиряет сильные народы. Он сильнее всех. Его называют Господь сил, Господь воинств, Господь Саваоф. Он основал небо и землю, вселенную и все, что наполняет ее. Указание на север и юг в 13 стихе может служить для обозначения географии мира. Фавор и Ермон – это северные горы по обе стороны реки Иордан. Они используются для обозначения земли Ханаанской. Трубный зов, сильная рука Господа и его правосудие могут намекать на гору Синай, которая находилась на юге от Иерусалима. На юге, на Синае, Бог явил свет лица своего. На севере, в Ханаане, Он украсил свой народ силой, возвысил рог его. Царство Божие основывается не на своеволии Всевышнего, как мы увидим из данного псалма, а на законах правды и милосердия. 15 стих повторяет дважды эту пару правосудия и правота, милость и истина. Об этом снова и снова свидетельствуют и другие псалмы. Поэтому неудивительно, что поклоняющиеся Господу люди радуются весь день, 17 стих, и чувствуют себя блаженными. Они свои Господу. Он дает им силы. По благодати Божией они могут высоко поднять голову, вознести рог свой. 18 стих. «Щит и царь» в 19 стихе выступают как синонимы. Но при этом мы здесь обратим внимание на исходный текст. Предлог для, при буквальном прочтении, говорит о том, что наш щит и наш царь, по сути дела, щит и царь – это речь об одном и том же человеке. Они для Господа, для святаго, а не от Него, как переводится на данный текст. По другим псалмам, щитом для царя действительно является Господь. Но в данном случае, скорее всего, все наоборот. «Наш царь – наш щит для народа». И он, наш царь и наш щит, должен служить для Господа, а не Господь должен выступать прикрытием для царя. Слово «видение» обозначает откровение пророку. Пророк Нафан получал такие видения от Господа в отношении царя Давида. Особенно здесь следует обратить внимание на вторую книгу царств, седьмая глава. Будущие династии Давида строятся по псалму на Божьих обетованиях. Укрепить силой, по-другому мышцей, защитить от притеснителей, поразить ненавистников. Рог его будет возвышен, значит, что он приобретет много побед и станет править царством, которое простирается от моря до рек. То есть, скорее всего, речь идет от Средиземного моря на западе до таких рек, как Иордан и Ефрат на востоке. А некоторые толкователи еще более расширяют географию, говоря, что под реками мы здесь можем понимать Ефрат на востоке и Нил на юге. Господь действительно оказал Давиду помощь в борьбе с филистимлянами. В отличие от Голиафа, который был всего лишь силачом, Давид был по Псалму мужественным, а по книгам Самуила храбрым. Он первенец, но не потому, что он единственный, единородный. Напротив, Давид был последним младшим сыном у своего отца Есея. Давид стал первым среди любимых сыновей и потому ожидает получить его отцовское благословение, благословение Отца Небесного. Право получить по еврейским законам двойную часть отцовского наследства, то есть большую территорию земли. Он превознесен над другими царями земли. Он стал тем самым святым израильтянином, которого Господь за праведную жизнь обещал поставить выше всех народов в чести, славе и великолепии. При этом благословения свыше пришли к нему не по причине рождения от благородных царских кровей, а потому, что он слушался голоса Господня и исполнял его заповеди. За это Господь обещает ему свою верность и выражает надежду, что вовек продолжатся семьи его. Фраза «Дни неба», тридцатый стих, скорее всего, является аллюзией на слова из книги Второзакония, по которой Господь через Моисея увещает стариков обучать детей неукоснительно ходить в законе Господнем. По книге Второзакония буквально положи слова мои в сердце свое и в душу свою, положите слова все в сердца ваши, в души ваши, напишите их на челе на руке, пересказывайте их своим потомкам. За исполнение слов Божьих Второзакония обещает потомкам дни неба, которые мы сейчас, скорее всего, можем понимать как мирное небо над головой во все дни жизни на земле. Это же выражение дни неба повторяется и в второканонической литературе периода Второго Храма. Слова «однажды я поклялся» показывают силу клятвы Бога, данную раз и навсегда. 36 стих. Бог поклялся своей святостью, самим собой. Верным свидетелем на небесах 38 стих может считаться, например, радуга, символ мира на земле после всемирного потопа. Как неизменны солнце и луна, которые сменяют друг друга на небосклоне, так постоянно радуга, которая приходит на смену дождливому небу, так и престол Давида пребудет вечно, несмотря на все общественные перемены. Как невозможно нарушить законы природы от дней и ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время. Так, согласно пророку Иеремии, невозможно разрушить завет Бога с Давидом, чтобы не было у него сына царствующего на престоле его. Если же следовать книге Иова, то таким свидетелем на небесах является сам Бог. Бог верен своим словам, Он лично хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Он не только посылает знаки свыше об истинности своих обетований, но и сам лично участвует в заключении соглашения с людьми и между людьми. Однажды иудейские выначальники приступили к пророку Иеремии с такими словами. Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным. В данном случае Господь должен был быть не просто свидетелем торжественного обещания одних людей по отношению к другим, но неким нотариусом, судьей, который заверит правомощность отношений двух сторон. Верность Бога завету с Давидом означает создание династии, которая должна быть такой же долговечной, как и сам сотворенный мир. Пророк Иеремия в похожем контексте проводит аналогию между сидящим на престоле дома Израилева потомком Давида и непрекращающимся преемствов священников левитов в Иерусалимском храме. В рамках заветных отношений между Господом и царем Давидом любое непослушание его потомков влечет к суровому наказанию со стороны Бога. Бог, конечно, всегда остается к ним милосердным, но это не означает, что их беззакония остаются безнаказанными. Обещания Бога ненарушимы, но во времена псалмопевца ты отринул и презрел помазанника своего. Божий помазанник был отвергнут, забыт и повержен. Царская корона потеряла былой блеск. Престол царя перестал быть могущественным, как раньше. Вместо еле радости лицо царя покрывается стыдом. От переживания он теряет энергию юноши и быстро превращается в старика. В территории его государства постушают враги. Они переходят государственную границу, разрушают города, грабят население и глумлятся над ним. На радость врагов израильские солдаты побежали с поля битвы. По иронии судьбы, правая рука Бога оказалась десницей врагов Давида. 43 стих. Побежденный в битве, лишенный всех регалий царской власти, монах из рода Давида не знает, куда деться от позора. После описания своих страданий автор псалма начинает задавать Богу резкие вопросы. А где же прежние милости твои? Доколе Господи будет пылать ярость твоя? Ты будешь скрываться постоянно? И тем самым словно поднимается вопрос о том, насколько действительно Господь верен своей любви. Вопрос даже не в том, зачем ты сотворил всех людей, а в том, почему их жизнь, жизнь самого любимого из них, помазанника, превратилась в суету, бесславие и поругание. Выходит, что любой царь, как бы Бог его не любил и каким бы сильным он не казался для соседей, наследует ту же участь, что и обычные смертные люди. Какой мой век? 48 стих. Это намек на кратковременность жизни. Всех людей ждет суета, а затем смерть и могила. За этими словами нельзя не заметить переклички с идеями из книги Экклезиаста. Мудрый умирает наравне с глупым. Участь сынов человеческих и участь животных участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. на трудные вопросы о том, как долго мне еще терпеть, ответы здесь не даются. В тексте Псалма сохраняется напряженность между обещанием Бога быть верным своему завету с Давидом и реальностью, которая, как кажется, говорит о противоположном. Псалом 73 начинается с плача в виде серии похожих вопросов. Для чего Божий отринул? Возгрелся гнев твой? Да коли Божий будет поносить враг? Для чего отклоняешь руку твою? Затем следует прославление Бога, устрояющего спасение посреди земли. Идея 88 Псалма в целом похожая, но его композиция диаметрально противоположна. В 88 Псалом начинается с празднования милости и истины Бога, его завета с Давидом, а заканчивается недоуменными вопросами о том, что реальность настоящего не такая радостная, как в былых обетованиях. 51 стих содержит сильные мессианские коннотации. По Исаии Господь как пастырь берет на руки агнцев и носит на груди своей. Помазанник по данному псалму переносит поругание в своем недре. Недра, хэк, о котором здесь идет речь, это скорее не утроба, чрева, а подол, пазуха, складки одежды над поясом, в которых можно переносить младенца какие-то вещи, например, зерно, или согревать руки на холоде. Помазанник носит на груди поношение всех народов. Есть толкователи, которые утверждают, что в данном отрывке нет указаний на страдания Мессии за все народы, но всего лишь звучит упрек. что сильные враждебные нации наносят ущерб иудейскому царю. При таком толковании страдающий царь всего лишь собирает себе в пазуху слезы и желает, чтобы Господь воздал соседям позором в недра их семикратно. Так или иначе, в пророческих откровениях о будущем мир и благополучие в стране идут рука об руку с прибавлением потомства и похвалы со стороны соседей. И не будешь более слышать посмеяние от народов и поругание от племен, не понесешь уже на себе. Псалом 88 является последним в третьей части еврейской книги хвалений. Как и другие сборники псалмов, он заканчивается прославлением Господа. Последний стих 88 псалма самый короткий из заключительных словословий Бога. Был ли псалом в текущей форме, дошедший до нас в форме, составлен так, как мы его сейчас читаем, с 53 стихом или нет, это вопрос для текстологов, для тех людей, которые всю жизнь проводят в филологических изысканиях. Нам же важна экзогетика, толкование. Мы имеем текст в той форме, в которую он до нас дошел. Конечно, очень контрастирует композиция псалма и такой спад во второй части на пессимистическую ноту, ты отринул, ты прогневался и так далее, с концовкой благословен Бог. Но, с другой стороны, в реальной жизни наверное, так и должно быть, когда мы прославляем Бога и за скорбь, и за радость. А в книге «Не святые святые» есть история про одного нерадивого послушника, который только-только пришел на послушание, может даже не послушник, а просто гость, который приехал потрудиться, которому игумен монастыря дал поручение ударить проходящего мимо монаха. А, конечно, за послушание можно и прибить, но лучше этого не делать, потому что в этом случае это не будет благословенное, богодохновенное послушание. Но, интересно, реакция этого монаха, описанная автором книги. Он упал, удар был сильный, поднялся, перекрестился и сказал «Слава Богу за все». «Слава Богу за все» – это слова, которые являются заголовком для соответствующего акафиста митрополита Трифона Туркистанова, который в середине XX века много времени провел в Средней Азии в скорбях, лишениях и гонениях как исповедник веры. Читая его скорбный текст, хочется плакать о том, как он передает радость о природе, о рождении человеческой жизни. Но вот эта скорбная радость заканчивается прославлением Творца. Ведь и праведный Иов так относился к Творцу. Бог дал, Бог взял, слава Богу за все. Итак, Бог дал первая часть изучаемого нами псалма, Бог взял вторая часть изучаемого нами псалма и красивая концовка, слава Богу за все. Так что все очень даже гармонично. Основой для всех мессианских псалмов является сказанное Господом через пророка Нафана следующее пророчество о потомках Давида. «Я восставлю после Тебя семя Твое, я буду Ему Отцом и Он будет мне Сыном, будет непоколебим Дом Твой и Царство Твое навеки». Вторая книга Царств, седьмая глава. 88-й псалом может трактоваться как мессианский, поскольку указывает на помазанника из дома Давида. Вместе с последними стихами из 86-го псалма данный текст издревле толкуется как указание на Мессию Иисуса Христа. Проведу еще одну параллель с Новым Заветом в отношении Нафанаэла, по-еврейски Натанаэль Бог дал. Нафанаэла Христос называет истинным израильтянином, в котором нет лукавства. Так что тот Израиль, который должен быть святым, с точки зрения Пятикнижия, это Израиль, который не изменяет. Это верный Израиль, это Израиль, в котором нет лукавства. Вот таким, скорее всего, был царь Давид, и за это Господь его полюбил. Псалом 86-й говорит о рождении на Сионе некого мужа, которого укрепил сам Всевышний, и о переписи населения. 88-й Псалом говорит об избраннике в единственном числе, называет его первенцем, который обращается к Богу как отцу. Он выше царей земли, престол его как дни неба. Из Евангелия мы также узнаем, что Христос родился во время переписи населения, был первенцем, находящийся на Сионе храм, называл домом отца своего. Он говорил, что больше Соломона. Пилат повесил над его головой табличку с надписью «Царь Иудейский». Апостол Павел назвал его царем царствующих и Господом господствующих. По Новому Завету Бог даст Иисусу престол Давида отца его. От престола его исходят молнии и громы и глаз книга Откровения Иоанна Богослова. Христос будет царствовать во веки веков. Эти и другие параллели говорят о том, что уже первые ученики Христовы видели в нем исполнителя ветхозаветных пророчеств, включая те строки псалмов, в которых намекается об обетованном помазаннике. Вопрос заключается в том, как мы понимаем вечность престола Давида. Как я уже постарался отметить, вечность престола Давида не означает то, что линия преемства не прерывается. Буду славить тебя вечно, говорит псалмопевец, это не означает, что он будет жить вечно, чтобы прославлять Господа. Он будет всю жизнь его прославлять. Из истории Израиля мы знаем, что линия преемства на престоле Давидовом прерывалась. И были такие промежутки времени, когда, особенно в период Вавилонского плена, не было потомка Давида на израильском престоле. Более того, в период предшествующий Рождеству Христову Ирт и Думенин был царем израильским. Не говоря уже о маккавеях, которые были из священнического рода, но не были законными престолонаследниками. Итак, обетование вечно может пониматься двояко. С одной стороны, как некая целеустремленность найти родственника кровного от Давида и его прозласить царем. Наверное, так долгое время мыслили люди Ветхого Завета. Христос, как сын Давидов, а такое обозначение мы часто встречаем в Евангелиях, является печатью Завета, исполнителем пророчеств. По родословной Евангелии от Матфея, он и есть тот самый обетованный сын Давидов, который восстановил царство. Действительно, с точки зрения царства Христова, оно распространяется по всей вселенной, до пределов вселенной прошел голос апостола. Их вещание достигло края земли. Но это не означает, что царство Христово, оно замещает царство кого-либо из земных правителей, королей, президентов, премьер-министров. Царство Христово не от мира всего. И в христианском понимании любой человек может стать его причастником, если будет желание, если будет вера, и креститься. Но вряд ли бы я придерживался бы той точки зрения, что мы можем надеяться, или тем более должны надеяться, что придет еще один потомок Давида где-нибудь в архивных документах Израиль обнаружит, что есть у нас кровный потомок, он станет президентом соответствующего государства, и это государство покорит весь мир. Ну, по крайней мере, с точки зрения современных геополитических реалий, ожидать того, что весь мир придет на поклонение в Иерусалим не приходится. Продолжение следует...